Туннели заросли, не могу серёжку ставить. Ну что, новости эзотерики. Видите, есть сегодня моды. Мы собираемся к Светлане, в Теравив, на гей-парад. Вот, чемоданы готовы. Это у меня иногда бывает хорошее настроение, как это ни странно. Я иду развлекаться куда-нибудь, в чатка, сяпе, на трансляцию. И вчера там была тема гей-парадов. А, где моя курточка? Курточка на гей-парад. Всё, я готова. Как там у вас в Тель-Авиве? Треники в моде, надеюсь. Не сильно отстаёте от чертанова северная? Короче, инопланетяне-то прогрессируют. Они уже не путают трансгендерность и гомосексуальность. Класс. Раз так началось с кассиопеи, давайте тогда начнём с новостей про кассиопею. Новости кассиопеи. Динамично развивающаяся ченнелерская организация. И у них есть чаты по куче городов, куче стран, в том числе Израиль. И эти отрасли уже начинают жить своей жизнью. В нашем Тель-Авиве уже подзабыли, что существуют инопланетяне-кассиопеи. Они уже встречаются, ходят в лес, в походы, на экскурсии. Тусит народ. На гей-парад, интересно, пойдут? Или только мы со Светланой? Ну, не знаю, меня, может, не пустят. Меня на гей-тусовки любят не пускать. Надо Веронику брать. Возьмём Веронику, поедим к Светлане в Тель-Авив. Отожжём. Итак, израильские кассиопейцы переключились на экскурсии. Московские кассиопейцы переключились на СПА-процедуры, которые, кстати, не являются СПА-процедурами. Сейчас мы увидим, почему. Московские кассиопейцы более хитрые. Я так понимаю, что они в доле всё-таки с правящей верхушкой, потому что и Ирина с инопланетянами одобряет эти СПА-процедуры, и Максим там что-то одобряет. И я специально на протяжении целой недели, каждый день, захожу в этот чат. И каждый день есть новые сообщения, что организуются новые СПА-сессии. За 5 тысяч рублей ты можешь приехать в какую-то глухомань в пригороде. На карте этого СПА-салона нет. То есть по документации, видимо, это не СПА-салон. Но при этом ценник они выставляют. За эти процедуры нужно уплатить 5 тысяч рублей, и ещё 3 тысячи рублей, если ты просто хочешь массаж супер-пипер-массажёром. Этот супер-пипер-массажёр – это массажёр фохов. И так понимаю, что если ты приезжаешь на большую процедуру, то 5 тысяч ты платишь за всё. Если ты фанат супер-пипер-массажёра, то можешь просто за 3 тысячи приехать, и тебе там проведут сеанс. Правда, как они проведут, на каких основаниях, не очень понятно. Я посмотрела, как устроена сфера эстетической медицины, аппаратной медицины. Для того, чтобы делать эстетические процедуры, используя аппараты, нужно, чтобы в организации был АКВЭД 96.02.2. Косметические маски, тратата, дренажный аппаратный массаж, спа-массаж, косметический комплексный уход за кожей лица и шеи, тратата, гигиенический массаж. Ну, в общем, куча всего туда входит, и действительно, все вот эти темы, связанные с массажами, связанные с аппаратным массажем, входят в этот АКВЭД. При этом в Анокосиопее нет этого АКВЭДа. Там есть 63.10, деятельность в области информационных технологий, оказание консультационных и информационных услуг. И в дополнительных АКВЭДах присутствует 96.04. Деятельность физкультурно-оздоровительная. Но это не 96.02.2. То есть они могут делать зарядку, но аппаратной процедуры нет. Но это еще не все. Я посмотрела, что это за аппарат, есть ли у него сертификации и так далее. У косметического аппарата должен быть сертификация о ответствии, должны быть проведены всякие клинические испытания, должны быть указаны на скольких испытуемых, проверить исследования и так далее. Короче, поискала я эти сертификаты у аппарата ФОХОВ, нашего супер-пипер-массажера, который каждый день нам предлагают инопланетяне, и сертификат у него есть. Можно было бы дальше заморочиться, насколько это подлинный сертификат, пробивать номера и так далее. Но этим можно дальше не заниматься, потому что, смотрите, это сертификат не на медицинское оборудование, а на бытовой прибор. Алло, загрузись, друг мой. Что? Я скачала сертификат? Он не увеличивается. Нормально так постить сертификат товара, который ты не можешь увеличить. Ладно, у меня где-то был скачан еще один сертификат от аппарата ФОХОВ, но это не кассиопейцы постят сертификат. Кассиопейцы вообще ничего не постят в описании своего аппарата, только что это гипер-пипер-аппарат. Я нашла на странице ВКонтакте этого якобы массажера, короче, таможенный сертификат, соответствие. В какую продукцию попадает этот наш супераппарат? Аппараты вибромассажные бытового назначения. Естественно, никаких клинических испытаний нет, никакой выборки здесь нет, потому что этот аппарат – это аппарат бытового назначения. То есть это как холодильник. У него проверка будет состоять в том, чтобы не ударило током, чтобы детали комплектовались в таком роде. То есть никто на людях это не тестировал. Это как кофеварка, как мясорубка из такой серии. То есть это не эстетическое оборудование, это не аппаратная медицина. То есть это не СПА-процедура и никаких исследований на оздоровительные эффекты супераппарата этого прибора нет. Давайте посмотрим, как нам рассказывают о нем косяпейцы, которые дважды в неделю за 5000 оздоровляются в СПА-салоне вместе с этим массажером, а также дополнительно приезжают за 3000 оздоровиться на массажере, который является бытовым прибором, а не прибором эстетической медицины. Тиситоксины, та-та-та. Ну, короче, все, что проверить невозможно. Но это еще не все. Оказывается, этот массажер – это нечто по типу Орифлейма в 90-е, практически сектантский маркетинг. Вот страница, где активно продвигают этот массажер. Почему у людей после процедуры появляется диарея? Ответ – это признак скопления токсинов. Кто бы сомневался. Сможет ли гиперпипермассажер улучшить состояние при проблемах кишечника и т.д. И всех в мире проблемах? Ответ – курсовое использование гиперпипермассажера стимулирует вывод шлаков и токсинов. Товарищи последовательные. Помогает ли гипермассажер смягчить климакс? 100% помогает. Также в этом сообществе активно призывают обучиться работать на массажере, чтобы потом со скидкой получить этот массажер, чтобы продавать массажер и нести в массы эти услуги по суперпипероздоровлению. В общем, нормальный такой сетевой маркетинг. Где-то еще здесь была статья, как сделать так, чтобы процедура на гиперпипермассажере была эффективная. И там одним из первых пунктов шла вера в исцеление. Я потеряла, это маркетологи писали про веру в массажер, или это кассиопейцы писали про веру в массажер. Сообщение, где говорилось о том, что нужно верить в действие аппарата, я найти не могу, но, видимо, это действительно так. Потому что в этом чате вообще нельзя ни в чем сомневаться. Если ты сомневаешься, твои сообщения удаляют. Тут на днях я открываю телегу, смотрю, последнее сообщение в этом чате кассиопейском, где массажеры – это мои знакомые девушки. Кстати, мы ее видели в одном из выпусках новостей из Атерики. Это та девушка-писательница, у которой контактеры тырили персонажей. И я открываю чат, там обсуждается астрально-ментальное путешествие, выложена статья про астрально-ментальные путешествия. Девушка-писательница пишет, автор статьи не имеет понятия ни об астральных путешествиях, ни о ментальных. Я читаю это сообщение, и через 2 секунды оно пропадает. Я пишу это девчонке, слушай, я только что видела твое сообщение в чате, и оно тут же пропало. Короче, админы оперативненько портерли сообщение, в котором не было ни оскорблений, ничего. Просто человек выразил свое недоверие к этой статье. Это было этические, абсолютно корректные сообщения. Орфографически оно было написано безупречно, как мало кто в этих чатах может написать. Девушка впервые написала в этот чат, и тут же это сообщение было удалено. Меня, как вы помните, удалили из одного из кассиопейских чатов, несмотря на то, что я вообще туда ничего не писала. Здесь человек написал одно сообщение, совершенно корректное, никого не оскорбляющее, которое тут же удалили. Так что, видимо, к гипер-пипер-массажеру кофемолке нет никаких вопросов, потому что если они появляются, их будут моментально удалять. Любое сомнение в действенности этой гипер-пипер-кофемолке будут удалять. Любое малейшее несогласие, сомнение тут же удаляется, и потом Максим, руководитель проекта, жалуется, что к ним приезжает много психически неравновешенных людей. Ну, конечно, если в проекте остаются люди, которые совершенно лишены любой критики. Это уровень развития ребенка до пяти лет, у которого не сформировано критическое мышление. О чем тут можно говорить? Короче, к использованию средств эстетической медицины без должного акведа, косяпе, не придерешься, потому что аппаратную медицину они не используют. Они используют кофеварку, бытовой прибор, прибор бытового назначения. Желающие могут прикопаться, на каком основании они берут деньги, есть у них кассовый аппарат, и вот эта вот вся фигня. Но больше, чем административного штрафа, я так понимаю, им не грозит. Так что придется Мингоскаусу вырастить больше репки, сходить на рынок, чтобы платить штрафы, раз уж он одобряет кофеварку для массажа. Вообще, с таким разрастанием кассиопе растет, естественно, и оппозиционная часть. Все время появляется какой-нибудь новый блогер, который вылезает, и в духе подросткового Бивиса Батхи, такой, о-о-о, женщина, на диване, о-о-о. Но это все как-то несерьезно выглядит, потому что критика человека, который совершенно не разбирается в нью-эйдж, течении, не слышал ни о теософе, ни о ченнелинге, ни как вообще это все зародилось, как живет и так далее. Эта критика говорит только в пользу кассиопея. Многие области жизни страдают от того, что кажется, будто бы здесь достаточно просто один раз взглянуть, чтобы понять, что здесь происходит. Все-таки критика, грамотная критика, это тонкий и сложный жанр. Ты должен разбираться в предмете, чтобы адекватно его оценить. Что-то впервые увидеть и поржать. Ну да, это реакт в духе миллионников Ютуба. Но это не умеет никакого отношения к реальному положению дела. Как мы с какой-то девчонкой сцепились в обсуждении макияжем. Что-то там я прошлась по теням от Джеффри Стар. И девчонка мне говорит, а вы вообще знаете, что это же топовый визажист, это самая дорогая в мире косметика, это вообще топ-топ-топ. Но я понимаю, что я не нахожусь внутри американской модной индустрии. Я не знаю, кто у них там действительно рулит модной индустрией. Потому что, в принципе, публичные люди, которые больше известны массам, с этими многомиллионными аудиториями, как правило, к самому ядру модной индустрии не имеют отношения. Это две разные вещи. Не имея доступа к внутренней кухне американской модной индустрии, я не могу сказать, какое точно место там занимает Джеффри Стар. Поэтому я не могу оценивать рейтинг Джеффри Стара в модной индустрии. В изогнаторической индустрии я все-таки кручусь уже на количество лет. Не учитывая того, что у меня... Кроме того, что у меня специализация связана с индийским регионом, медицинской антропологией, этнопсихологией, этнопсихиатрией. Но это мне потребовалось какое-то время, чтобы влиться в тему, что там происходит именно у ченнелеров. Потому что все равно это большая тусовка. Каждый кусок этой тусовки и у каждой части этой тусовки своя история и своя специфика. Короче, к чему я это? К тому, что меня бесит критика в стиле Бивиса Бадхита или какой-то там борец за справедливость взял, просто перепостил целый ролик с Космопоиска. Молодец, разоблачил. Ну, детский сад просто. Надеюсь, кукольников это заметит и надает по башке. Потому что какую-то этику должен демонстрировать человек, если он хочет себе создать имидж адекватного, справедливого чувака. Ладно, у нас еще много новостей. Давайте переходить к следующему. Давайте перейдем к прекрасному. Элитная школа изобразительного искусства тут мне отправила работы в галерею эзотерических работ. Давайте с вами на них посмотрим. Приобщимся к прекрасному. Вот оно. Сколько там в Багавадгите было видов йоги. Мне кажется, здесь художник полно отразил все виды современной йоги. Это йога на стуле. Йога Волочкова. Видите, у Мала Банху ей тоже я не знаю, прорабатывают или раскрывают. Массажируют, наверное. Био-энерго массажируют. Следующее. Здесь мы видим, что люди поконтактировали с животным миром. А кто пускак по-русски? Инсектоиды, рептилоиды прислали свои фотки. Дальше мы видим занятие йогой, в которое практикующий по итогу слился. По итогу тело у адепта растворилось. И он слился. С чем вот только? Может, это метаморфозы начинают происходить? Есть такая тема у некоторых особо духовных, что если ты сильно веришь, то можно себе и руку отрубить, и новый вырастет. И вот последняя работа из элитной школы. Тусовочка. И если присмотреться, видите, тусовка, на которую пришел Мид Гаскаус. И если присмотреться, оказывается, что половина тусующихся у нас залетные гости. Так что на гей-параде со Светой мы будем присматриваться. Сделаем вам фотки инопланетных гостей. Что-то я вам хотела еще показать с выставки Дюрера. Дюрера отложим на следующий раз. И думаю, мы достаточно уже культурно обогатились. Ладно, идем дальше. Оказывается, дети тусуются в своих сектах. И у них там конспирология цветет пышным цветом. И Хрюша со Степашкой это практически масонский орден. Вот они. Символика и скрытые посылы в современных выпусках «Спокойной ночи, малыши». В этом видео я расскажу о символике и скрытых посылах в современных выпусках передачи «Спокойной ночи, малыши». Однако сейчас любимая всеми с детства передача превратилась в очередной инструмент программирования сознания. Кроме того, в ней все чаще стала появляться известная нам символика. В 2017 году ведущим программы «Спокойной ночи, малыши» стал Тимоти. То есть человек, который использует в своих песнях ненормативную лексику, поет про алкоголь, тусовки, случайные связи и поощряет все это. А также открыто демонстрирует символику иллюминатов. Ну, он, наверное, рептилоид просто. Теперь-то мы знаем. Вон, видите, какие у него уши. Все понятно. Еще один ведущий современных выпусков «Спокойной ночи, малыши» Николай Валуев, образ которого также совершенно не вяжется с детской передачей. Мне кажется, Валуев как раз отлично вписывает в детский дискурс. Для примера рассмотрим выпуск «Спокойной ночи, малыши» 1977 года со Светланой Жильцовой и выпуск 2017 года с участием Тимоти. В выпуске советских времен перед нами разворачивается ситуация, с которой сталкиваются все дети. Хрюша и Степашка не могут договориться и придумать игру, в которую можно было бы играть вместе, а потому решают играть по отдельности. Я не хочу. Ты бери кубики, строй дом, а я сам придумаю себе какую-нибудь игру. Ну, ладно. Ты сам по себе, я сам по себе. Проблемы сепарации. Когда один строишь, ничего не получается. Надо нанять рабочую силу. Затем приходит тетя Света, объясняет главным героям, что вместе играть веселее. Света, так это ты у нас основоположник детской конспирологии. В выпуске с участием Тимати никакой морали детям не несется вообще. Сначала Хрюша и Каркуша рассказывают про рэп. Самого Тимати и его творчество словно пытаясь показать, что слушать его песни это модно и круто. А это такой музыкальный стиль. Рэп. Ой. Кстати, ответ Тимати на вопрос о любимой сказке был весьма символичным. Алиса в стране чудес. Ммм, теперь понятно. После подобной программы многие ребята особенно школьного возраста решат послушать песни Тимати. Символика искрытой посылы программы «Спокойной ночи, малыши» становится с каждым годом все более явными. Буквально на первых кадрах, когда камера крупным планом показывает Хрюшу. На стене за его спиной можно увидеть один глаз. Наклеен он на стеллаже с игрушками и никак не вписывается в окружающий интерьер. Таким образом, периодически в кадре присутствовал символ всевидящего ока. Остальное оформление... Что за... Какая-то у меня ассоциация лезет к Валуеву. Какой-то песни, которую пела Малышева. Какая-то перепевка. Песни детской из Леопольда Плецковского. «А когда наоборот...» «А когда наоборот плохо...» А у Малышева была перепевка. Что-то... «Если...» «Если ты с мозгом, то...» «Если ты с яичками, значит ты мужик...» Пиздец. Просто это ж надо так перепутать. А я свитер еще задам наперед наделал. Нормально. «Если ясный день, это хорошо...» Облака почему-то закручены в спирали, которые являются элементом педофильской символики. А заборы из тренажей раскрашены цветами радуги, являющиеся символом ЛГБТ-сообществ. Спирали можно также заметить на обоих за спиной Валуева. А грибы... Главный герой предложили ребятам новую игру в слова, суть которой – зашифровывать и расшифровывать аббревиатуры. В качестве примера почему-то были выбраны буквы БСМ. Б-С-М будем делать! Так-так-так, БСМ, давайте что-нибудь придумаем. Объявляю конкурс на самую кринжовую расшифровку БСМ. Благонравная секта. Муфиози. Получается, что добрая детская программа утратила свой первоначальный смысл и теперь служит совсем другим интересам. Вот так вот у детей свои секты, а вы думали, и они там в кубики играют. Это все несет сакральный смысл. Вот оно как. Дальше, следующая новость. Тут народ соскучился по ради русских. О, как раз еще человек просит ради русских. Вот я записываю. Селенка. Ну, сейчас не экзорцизм, сейчас мы просто помолдеем. У ради русских есть свой степашка. Это девушка Крис. Я заочно знала, что у них есть такой БСМ-тандем, но никогда не видела. Сейчас с вами ознакомимся с этой ипостасью ради русских. Мы будем вам рассказывать про деньги, потому что Крис будет делать денежный ритуал. Конечно же, я тоже буду. Так тихо опять! На максимум все уворачиваю. Что она, зубы вставила? Какую-то фигню. Может, ждать кальяна у нее так голос пропадает? Рада, мы беспокоимся твоим здоровьем. Не надо столько курить, там много всякой херни в кальянах. Вот она, Крис. Ну что, у кого губы больше? Привет, привет. Привет. Всем привет, друзья. Давно с вами не виделись. Смотрите, у Крис еще, как говорит Вероника, унитазные зубы. Мне кажется, подружка сегодня обскакала на шудью. Ну что? Ну, я думаю, сегодня вообще... Так, открыли Раду, и у меня вся техника упала. Короче, Рада чем-то мне напоминает, как это ни странно, Стрелецкую. Девочка, которая по природе, девочка, которая по своей природе очень правильно, четко и задроченная, настроена на то, чтобы работать, работать, но при этом она пытается строить имидж рэпера, который уже отсидел за наркоторговлю, и вот он весь на чиле в бриллиантах вышел и читает рэпчика. Дорогой жизни! Но образ не вяжется, потому что вот это вот отличница и все равно у нас стопирование, расширение, вот, хотя это один из моих запросов, вот, и поскольку это мой запрос, я, конечно же, обговорю. Вся равно впечатление, что сидит задрученная отличница, которая переживает, что о ней, кто скажет, закрывается от внешнего мира, живет в своем пузыре, это я уже вспоминаю выпуски, которые мы с вами с ней смотрели, такая скромность и неуверенность в себе, которая облачается в маску шика. Я же никогда не смотрю ничего, у меня нет телевизора, я не знаю, кто президент, начали писать про Украину, про какие-то взаимоотношения, я вообще не в курсе, честно, что, где происходит, тому даже хорошо, что я не смотрела и не знала, насколько там охват будет большой, потому что я бы наверняка так смело не была в высказываниях. Серьезно? Сто пудово. Кстати, я недавно в Сэконхенде вспоминала Раду, мне попалось там платье, как раз, я думала, надо будет в этом платье запулить выпуск про Раду, но неудобно я бы. Так что сидим в Шанел, чертановый стайл. Мы скоро все разъедемся с острова Бали по своим делам, поэтому мы решили напоследок качнуть тема. Мы хотели выкачать из вас бабло на билет. На самом деле, мне тоже очень нравится, потому что, когда делаешься какие-нибудь знания, то потенциал увеличивается просто разом. От Крис у меня примерно такое же впечатление, что внутри там природа отличится, задрочится, но они пытаются сделать имидж отвязной барышни. Кстати, помните, Степанову мы недавно смотрели? Она, несмотря на то, что иногда надевает задрочки-наряды, рубашечки с пуговками, у нее есть вот это отвязное нутро, природное. Просто нужно жестко засвингерить и успокоиться. В противном случае, вот эта испепеляющая ревность не даст вам жить как ни в паре, так и не отдельно, потому что это будет очень обидно, горько, бесконечные страдания и вот эти внутренние просто червяки и пожирания. Зачем это надо? Взяли, переспали, девочки полизали бы друг другу писью радостно, а мальчики потрахались бы в попу. Все. И она, чтобы не надела, все равно она сидит как глава мафии. Так, давай же, я потом буду на 4 джи. А эти, меня лично не убеждают, что кто-то из них глава мафии. Вот эти отчетчики Бастепановые. Деньги, это вообще такое добро или зло. И, знаешь, я была очень сильно удивлена, когда... Мне кажется, им нужно все, кто хрюш и степаши хорошо впишется. Добро или зло? Какие-то мусорки, какие-то блога, как-то везде, да, с чем же это вызывается. Но мы начнем вообще с физического нашего тела, с ментального сострального тестового клуба. Мы будем работать с фотографией, мы будем работать с нашей матрицей. Как в этих в объявлениях от гадалок. Работаю по фотографиям. Навожу порчу, потом снимаю порчу. На чем мы проведем обряд ощущения? После этого мы с вами воспользуемся свечами, где свеча будут... Я стесняюсь спросить, вагинальными или анальными? Что-то взять, если... Ну, любая из них, я думаю, будет действенная. После того, как вам обнаружим блоки, после этого мы уже будем в свое обознание скачивать определенные программы. Мы вам можем еще гиперпипераппарат прислать. За сколько мы им пришлем аппарат? Аппарат-кофеварка, который разбивает все блоки, очищает токсины и убирает климакс. Как раз мы и заработаем. Пришлем им аппарат. Вконтакте за него брали в районе 100 тысяч. Но мы возьмем миллион. Не нужно же мелочиться в этой жизни. Крис, а в этот раз мы будем давать медитацию им на вечное пользование? На вечное пользование? Свечей? Можно переслетать, потому что она очень крутая. Если вы этим будете делать на протяжении какого-то времени, это просто результат будет 100%. Вот прям 100%. Потому что она вот так глубоко... Они сами из себя-то угорают. То есть я понимаю, что я очень много вложила сейчас. А то сейчас мы ржем, ржем, а оказывается, что они еще и серьезны. То есть мне захотелось посвятить его действительно какой-то такой глубокой проработке. Свеча с глубокой проработкой. Вероника, спаси меня. Я не могу освещать. Такие темы. Мне стыдно. Мы очень-очень разбираем такие темы, чем мы очень накачаем. Тем лучше. Мы дали всем на соблюдение аскезы. Как вы знаете, мне человек нравится, она вырывает религиозные словосочетания, соблюдение аскезы. Тапас, аскеза, это все монашеские темы, индийские. И вплетает их в откровенную попсу. Индийская религиозная тема, там где тапас и аскеза, не имеет отношения к денежной никакого. Если в китайской философии деньги должны идти там же, где энергия, там же, где и все-все-все, то в индийской это разделяется. И это ощущение растяжения позволит вам больше видеть возможности вокруг. Потому что не хватает лёгкости для того, чтобы это воспринять, для того, чтобы это принять. Давай пробежимся, потому что вам пригодится. Конечно же, все вы уже опытные, вы знаете, что есть таплинг, таплинг есть лейдинг, на лейдинге есть все подробности. Как ты и шаг? Чего? Вы что-нибудь поняли? Я нет. Я неопытная. Готовьте себе вечер. Ну да, то есть у них все будет ну все по стандартам, реально свеча, фотография, дополнительные свечи. Тут больше работа сознания, отправить свое сознание в определенное русло. Тогда у них тоже происходит сфоковка. То есть многие не знают, что у них даже есть блоки по деньгам. Ну то есть почему-то они зарабатывают в такую сумму. А многие еще не знают, что они сидят в невидимом летающем корабле. То есть капец, там столько всего на самом деле, и это нужно вычищать, нужно вычищать. Капец, все нужно вычищать. Быстрее переводите деньги на карту. То есть прям вот реально погрузиться туда, посмотреть как то, что нужно. Короче, они все грузятся, грузятся куда-то, грузятся. То это прям ваш плейс. Вы там ходите в реминтаж, примеряете на себя коротко. Это ваш плейс. Надо себе сделать словарик в Бали. Это мой плейс. Я тут прогружаюсь. Гружусь. Что они делают? Загружаюсь. Нам нужна полноценная фотография, чтобы вы могли себя целиком проработать, почистить. У вас от макушки до кончиков стоп, чтобы вы были целиком. Не ваши поясные какие-то рапорты и так далее. Нам нужна полноценная фотография. Поясные фотки, говорят, не отправляйте. Ну, народ, действительно, не надо слать дикпики ради. Она хорошая девочка, отличница. Лучше пришить ей какую-нибудь нормальную философскую литературу, чтобы сформировалась у нее адекватная представление о практике. А то она общается с какими-то шарлатанами от цигуна и не очень разбирается в брутальной эзотерике. Ладно, девчонки, молодцы, повеселели. Желаю им собрать на билет с Бали. Все, что-то темнеет. Пойду я. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok